Гнедобус монар-монархов Гнедобус не знал, для чего они были построены, но он видел, что они достаточно молоды, возможно, всего 3-4 века. Фантазия с легкостью дорисовала то, как это место когда-то выглядело. Видимо, это был большой промышленный район по переработке, но производство перенесли, и это место пришло в забвение и обветшало. Здания из потрескавшегося ракрита все еще хранили на себе следы какого-то глупого и примитивного культа местных гуманоидов. Шестеренка и череп. Глупость какая-то. Гнедобус посмотрел вниз, туда, где его верный техноман Сернетот вел его людей по мертвым улицам. Он четко следовал за сигналами, и Гнедобус не сомневался, что скоро они найдут то, зачем пришли. Именно в эту часть заброшенного города упал обломок корабля, что привез послание от Великого Царя и призвал Гнедобуса к звездам. В архивах корабля наверняка содержатся записи о навигации пути, что проделало судно. Гнедобус хотел заполучить их в свое распоряжение как можно скорее. Внезапно все отряды замерли. Словно мертвые манекены они синхронно качнулись и замерли. Словно сад диковинных статуй. Гнедобус взглянул на не то-то, который водил головой из стороны в сторону. Повелитель знал, что его слуга сейчас получает сигналы от сотен скоробеев, что сканируют пустые улицы. И они кого-то нашли. Словно легкий укол появилось чувство, что эти мертвые островы зданий не так уж мертвы. Гнедобус сосредоточился и взглянул на город сотнями глаз своих слуг. Воины стояли недвижимо, не в силах противиться приказу своих господ, а властелин смотрел их глазами. Где же враг? Он знал, что не тот сейчас тоже растворился в своих скоробеях. Щелк! Один из воинов упал на песок. В голове его зияла дыра размером с кулак. Черная тень мелькнула во тьме здания. Щелк! Один из бессмертных покачнулся и завалился на бок, когда его бедро прошил болт. Ветер сдул с крыши песок, или это был чей-то плащ. Щелк! Один из воинов лишился головы, когда в воздухе промелькнул тяжелый кинжал и отсек ее. А этот камень разве был там секунду назад? Гнедобус отключился от своих слуг. Он увидел достаточно. Кто-то играет с ним. Ну что ж, у него тоже есть одна игра. Он высоко вскинул косу и отдал приказ. Словно едва слышный вопль, он разлетелся по рядам его воинов. Карабины полыхнули зеленым, когда некроны-воины открыли огонь в разные стороны. Через пару залпов с крыши одного из домов, взмахнув руками, упала фигура воина. Это был гуманоид, которых Гнедобус раньше не встречал. Он был похож на тех странных существ, с которыми они сражались недавно, но этот был гораздо массивнее и в руках сжимал оружие более впечатляющее. С его плеч не спадал плащ, который скрывал его все это время. Вместо одного глаза была неровная выжженная дыра от попадания гаусс-винтовки. Как только тело воина коснулось земли, пространство вокруг некронов словно взорвалось. Их ряды прошил плотный болтерный огонь, то тут, то там появились отряды воинов, дисциплинированные четко ведущие огонь по металлическим солдатам Гнедобуса. Их поддерживали странные шагающие машины, внутри которых сидели люди и управляли этими нелепыми механизмами. Если бы Гнедобус мог чувствовать презрение, то его губы уже давно сложились бы в тонкую линию, подчеркивая все его отношение к этим варварам. Его воины шли широким фронтом, прочесывая районы заводов, и не все сразу смогут прибыть на место битвы. Но с другой стороны, если противник устроил им западню, то их должно быть не слишком много, и они смогут удержать их до прибытия основных сил. А если они тоже шли по следу упавшего корабля, значит их силы также растянуты. Второй взмах косы и снова приказ. В небо взмыли, нацелив на шагающую машину свои орудия, юркая, но смертоносная баржа и величественная и неторопливая Думсдей арка. Эта битва будет забавной. Всем привет, друзья, с вами The Station, и сегодня мы продолжаем наши невероятные приключения Некронов в режиме Крусейда. Две битвы уже минуло, две битвы, так скажем, осталось у нас за спиной. Не очень славные, потому что сначала нас потеребили Орки, потом нас потеребила Гвардия. Ну, посмотрим, что сегодня нас ждет. Сегодня моим оппонентом будет выступать Евгений, все вы его знаете по прекрасной армии Рейвенгард, Спейсмаринов, и он сегодня будет отыгрывать НПС, то есть, по сути, у меня Крусейд армия, а у него просто свободная армия, которую он захочет на 50 пауэрпоинтов, пауэрлимит, которую он выставит против меня, соответственно. Что сегодня будет на столе от Некронов, собственно говоря, это мой Крусейд ростер, играем мы на 50 очков. В Хаку это у нас наш оверлорд Гнедобус Монарх Монархов, как бы, и в второй слот это Техномансер Не Тот. Дальше у нас, получается, в Трупсе две пачки Имморталов и одна двадцатка Икрон Ворьеров. В Элите у нас будет сегодня Лич Горды, Лич Горды наши славные, которые в прошлом репорте были, как бы мне они понравились, славные мужики с щитами, неплохо умеют драться, собственно говоря. В Фасте у нас сегодня две пачки Скоробеев, как и в прошлый раз, и в Хэви слоте это у нас будет Анниграционная Боржа, один штука с Гаусс-пушкой и с паренными пушками сверху. И Думсдей Арка, собственно говоря. Что же нам противопоставит Евгений, как бы, собрался он тоже на 50 очков, сейчас я вам расскажу его ростер. В Хаку у него Либралин Фобос Армори, собственно говоря, это будет его Варлорд, который также имеет интересную особенность за артефакт. Находясь в Терене, он будет в третьем инвулент находиться. В Трупсе? В Трупсе у Евгения сегодня пачка Инкурсеров, пачка Инфильтраторов и пачка Интерцессоров. В принципе, все по классике. В Элите у нас сегодня будет, во-первых, это Инвиктор, тактический наш костюм, как бы, укачанный в автокэнон. То есть, у него будет на большой пушке автокэнон, а клешня это его клешня, которую он будет страшно размахивать, собственно говоря. Также будет пачка реверов, а дальше идем сразу же в Фасту. В Фасте это отряд Инцепторов, у каждого плазмоэкстерминатор, то есть, у них по две плазменных пушки. Это достаточно страшный юнит, потому что он приземляется где-нибудь и накрывает тебя просто плазмодушем. А с учетом того, что у меня, как бы, есть лич горлы, за которых я опасаюсь, у меня есть техника там, та же негляционная боржа в 8 вундах может быть чревата. Надо на это обращать внимание. И в Хэвис Саппорте у нас две пачки элиминаторов. В принципе, все достаточно просто. Что же за миссию сегодня мы будем играть? Это миссия из Крусейда, из Корбука, собственно говоря. Называется она Рекон Патрол. Рекон Патрол, как бы, мы выставляемся по четвертушкам напротив друг друга по углам и роляем кубы. Разделяемся на атакера и дефендера и, начиная с атакера, размещаем 4 маркера на нашем поле. По условиям расстановки маркеров, как бы, они стандартные, то есть, в 6 от края поля, в 9 друг от друга. Но в каждой четверти стола обязательно должен маркер стоять. То есть, как бы, они там могут немножко варьироваться, но в каждой четвертушке маркер должен стоять. Основная наша миссия, стандартная для любых, как бы, боев девятки, это контроль точек. Контролируешь одну, получаешь 5 виктори-поинтов. Контролируешь две, получаешь 10 виктори-поинтов. И контролируешь больше, чем оппонент, соответственно, получаешь 15 виктори-поинтов. Также есть второстепенная задача. Take and hold. Она называется. Какова его суть? Ты приходишь на один из маркеров, который находится на карте, занимаешь его, и в начале movement phase заявляешь действие. На начало твоей следующей command phase действие считается завершенным, и ты застолбил за собой вот эту четвертушку стола. Если ты это сделал, то оппонент уже не может прийти на эту точку, как бы, и провести то же самое действие. И в конце миссии, как бы, в конце игры подсчитывается, сколько вот этих четвертин ты смог, как бы, захватить. Если захватил, типа, одну, либо ни одной, то не получаешь ничего. Если захватил две, получаешь 5 виктори-поинтов. Если захватил три, получаешь 15 виктори-поинтов. И если захватил 4 аж, то есть если ты захватил все точки на этом поле при помощи действия, то получаешь, друзья мои, 45 виктори-поинтов. Помимо вторичной миссии, которую по захватам четвертушек, есть еще одна очень важная особенность этой миссии. По ее условиям, перед тем, как мы начнем расставляться, мы должны разделить свою армию напополам. И одна половина армии должна обязательно уйти в резерв. Вот, она обязательно уходит в резерв и происходит следующая ситуация, как бы половина юнитов ушла в резерв, другая половина выставляется на поле. Начиная с третьего хода, они могут выходить по стандартным правилам резерва, которые выходят там по краям стола, но если ты хочешь вывести ее на первый, либо на второй ход, ты бросаешь кубик. На 4+, отряд выходит. За каждый отряд кибаешь, кидаешь кубасик, 4+, отряд вышел. Вот, то есть можешь либо вывести на первый, второй, либо если не сроляли кубы, то жди третьего хода и выводи уже по стандартным правилам. Вот, это что касаемо нашей базовой миссии. Также у меня Crusade Army, соответственно, я себе выбираю агенду. Агенду я беру из нового кодекса Necron, естественно, потому что он есть, грех им не пользоваться. Называется она Inescapable Retribution. Что она нам говорит? Я перед началом битвы, после того, как мы расставились, даю один маркер своему оппоненту, Евгению. Евгений размещает этот маркер на любой точке поля, вне моей диплоймент-зоны. Как бы неважно, будет она там рядом с другими точками, это абсолютно не игровая точка, она будет относиться именно к моей армии. Это некий релик, который мне нужно захватить. По сюжету, естественно, я вам расскажу, что это там за релик, что в нем находится. Какова моя задача? Если я просто каким-то отрядом в конце Movement Phase захожу в ренж этого обжектива и заявляю действие, то на начало следующей Command Phase считается, что релик я поднял. И отряд, который это сделал, получает три Experience Points, что неплохо. Однако же, если я это делаю своим керектором, то есть это либо мой Книда Буз, либо это мой не тот, то если я поднимаю релик, я получаю три Experience Points, все то же самое. Но если я впоследствии ухожу обратно в свой диплой, либо же уничтожаю всех на поле своих врагов, то я еще дополнительно получаю бонусный релик. Бонусный релик также из списка Крусейда, как бы, либо из Корбука, либо из Кодекса. Это очень классно, будем пытаться это сделать. Вот, в принципе, все я вам рассказал. Давайте уже пойдем на стол и посмотрим, как все это будет дело выглядеть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, расстановочка наша завершилась вот таким вот образом. И, Евгений, расскажи, что у тебя будет в резерве по нашей миссии? В резерв выпали снайперы, к сожалению. Ну, наши эллиминаторы, пачка риверов, пачка инцепторов с плазмами и, собственно, инкурсоры. А, да. И что на столе у нас начинает? Ну, пока посматривают точку четвертую наш инвиктор. Тут ничего не боится наш Фобос Либрари. Снайперы решили осматривать все и все. Точку номер два контролят наши интерцессоры с обычными болт-райфлами. На той стороне попытались запрятаться инфильтраторы. А основной все уже резервы, как сказал. Ну, что мы отвечаем ему по этому поводу? Здесь у нас пачка скараба в контроле точку. Во двадцатка варьеров и наш айверлорд, в принципе, скорее всего, будут улетать на первый ход. Здесь у нас, соответственно, наша анниграционная боржа и пачка имморталов смотрит, не очень гостеприимно смотрит на ту пачку спейсмаринов. Хотят им сказать, что не надо шляться рядом с нашим диплоем. Не фиксами шараются. У нас простая разведка. Что ты занял? Справедливо, в принципе. И в резервах у нас получается Думсдей Арка. В резервах у нас также пачка личгардов, пачка скарабов, пачка имморталов и наш сладкий техномансер. Так что не будешь ты на первый ход его выцеливать. Ня-ня-ня-ня-ня. Что ты мне сделаешь? Я в другом городе. Приду из тени. Вот. И сейчас давай тогда Поролов на первый ход. Ну что ж, смотрим. Хоп. Три. Три. Нищитова. Еще разочек. Ать. Шесть. Да, блин. Три. Три. Отлично. Угадай, кто будет ходить первым. Я? Ну, почти. Ну, значит, я. Нет, себе первым, конечно же, буду ходить я и поведу своих прекрасных некронов. К победе. Ну что ж, начинается наша команд фаза. Я себе восстанавливаю один КП. Теперь у меня их будет семь. И сразу же переходим к фазе движения. Ну что ж, муман фаза завершилась. Что мы сделали? Пачка скоробеев на 10 пробежалась сюда. Прошлась, точнее, будет общаться с этим инвиктором. Если вдруг мы его не убьем. И просто хочется перескорить точку, если вдруг ты в хатахаме не сможешь убить. Ну, в чем я лично очень сильно сомневаюсь. Да, проблематично. Надеюсь, до этого просто у нас не дойдет. Здесь вориоры стояли на месте. В принципе, они в 18 в рапид файре от твоих снайперов. Можно попробовать пострелять в них. Ну и так по мелочи. Здесь имморталы прошли вперед, будут стрелять по этим прекрасным джентльменам. Аверлорд прошелся с ними просто для того, чтобы в случае чего попытаться зачаржить эту же пачку парней. Майл Бидан был брошен на, естественно, 20-ку ворьеров. И в конце муман фазы у нас на 4+. Я выводил свои резервы. Вышла пачка скоробеев, которые снова заняли эту точку. И вышла наша Думс Дей Арка. Остальные, к сожалению, сидят, пердят. Ну и норм, спать в склепе. Ну да. Ну что ж, начинается у нас фаза стрельбы. Ну и давай сначала, наверное, с неинтересного отработаем. Наши имморталы постреляют по твоим прекрасным... Использую стратегему с моего скрин, минус один тухит по ним. Хорошо. Ну что ж, ворьеры отстрелялись и нанесли целую одну, целую одну вунду этим прекрасным молодым людям, мужикам в форме, так сказать. Хорошо, продолжаем. Так, ну что ж, стреляем дальше. Наша 20-ка прекрасных ворьеров будет стрелять. Давай, наверное, по твоим снайперам жахнем. Окей. А вось какая-нибудь шальная вундато из 40 выстрелов залетит. И ворьеры отстрелялись и убили целого одного снайпера. Каково это? Каково? Каперерол потратили. Да, пришлось потратить каперерол для того, чтобы не убило полтора парня. Хорошо, хорошо, я тебя понял. Продолжаем стрелять дальше. Переходим к нашей прекрасной аннигляционной борже, которая говорит, что гаусска полетит у нас в инвиктора, а сдвоенная пушка полетит в твоих снайперов опять-таки. И отстрелялась наша аннигляционная боржа. Две вунды занесла в инвиктора и ни одной вунды не занесла. Точнее, там чуть-чуть занесла, но отсейвилось все у снайперов. Все у них хорошо. Высоко сидят, далеко глядят. Окей, стреляем дальше. По стрельбе у нас осталось мало. Осталась только наша прекрасная Думсдей арка, которая будет стрелять пониженным профилем, потому что вышла из резерва. Давай, естественно, будем стрелять в инвиктор. Ну что ж, арочка у нас отстрелялась. Что мы сделали? Сюда мы ничего не сделали, все ушло в сейф. И сюда мы тоже ничего не сделали, все ушло в воронячий сейф. Мать его за ногу. Вот у него тут такая пустота. Нет никакой защиты, но ты все равно не попал. А я не целился просто. Зачем? Я думал, я вас напугаю, и он убежит по своим делам. Ну что ж, на этом у нас шутинг-фаза завершилась. И переходим к фазе стрельб... Чержей. Давай, наверное, сделаем как? Скорбейчики, чарж твоего инвиктора. Окей, чарж. Авервочить не будешь? Не. Окей. Четыре дюйма. И тут дочаржили, перемирили, все хорошо. Здесь давай, имморталы, чарж твоих прекрасных парней. Которые стоят там, что-то лупят на нас своими шлемами. Хрубо. Одиннадцать. Замечательно. Ну что ж, морталы дочаржили, и оверлорд чарж, в принципе, туда же. Десять. Что-то тебе везет на кубы. Везет на кубы? Скажи, это инвиктор, который впитал в себя всю стрельбу. Все, на этом чарж-фаза у нас заканчивается, и начинается фаза боя. Давай первым я, наверное, активирую скоробеев. И, естественно, я же мудрый некром, у которого этих скоробеев просто железной попой ешь. Поэтому я просто взорву одну базу и попробую нанести тебе нихерово так урона. Давай посмотрим, сколько это будет. Это будет три бунды. Три морталки. Ну, брони нет смысла заявлять. Чуть-чуть, нанесена. Замечательно. И давай, теперь у нас там какие-то есть слабенькие наши лапочки мохнатые. Базу только убери. А, ну, конечно. Бьем. Ну что ж, это было ожидаемо. Ничего мы в рукопашном лапочном бою не нанесли с Тейном и Виктором. Ну, с другой стороны, спасибо и за три морталочки. Переносимся на этот фланг. И, о господи, здесь у нас имморталы и наш оверлорд будут бить твоих прекрасных парней. Перехватывать будешь? Не, дорого. Хорошо. Тогда отбиваем атаки. Ну что ж, думал, за один присед с Кушей, но нет. Один парень все-таки везучий остался. А все благодаря, кстати, этому веселому доктору твоему. Да. Который в себя одну вонбил. Не, вообще доктор технично не помог, если бы кидал первым бы за косу. Вот тогда бы сраняло. Но ты начал с имморталов. Ну так, бать шарит. Теперь отбивай свои тогда, так с чего начнем? Ну, начнем со скучного. Давай, с кормняга парень бьет нашего. Кого, оверлорда? Да, больше не хочу подходить ближе, поэтому есть только оверлорд. Хорошая попытка, парнишка, сказал наш оверлорд. И просто ухмылился, потому что ни одна атака его не пробила. Ну, а теперь давай здесь, просто разберись с этими несчастными скоробеями, а то что они тут тусуются. А где наши скоробеи? А нет, наших скоробеев. С КП-рирольщикам пришлось повозиться, но тем не менее ты их убил. Ну, уже сожрали в КП. Не стыдно тебе детей обижать железненьких? Не стыдно, они в обители моих инфильтраторов. Тоже верно. Ну что ж, на этом, получается, мой ход завершается. Я все еще облизываюсь на свою агенду, думаю, я скоро до нее доберусь. И начинается... Мораль, не шестерка, вроде бы. Это... Единица нормальная. Это автопроход, да, все нормально. Он стоит, он бодр и весел. Не сказал бы, что он бодр и весел, но стоит. Ну, как бы он жив, это уже достаточно неплохо. Ну что ж, начинается твой ход, ты восстанавливаешь у тебя один КП. Теперь у тебя будет 4, по-моему, да? Да, 4. Да. И переходим к фазе движения. Ну что ж, мы в Монфазу завершились, она достаточно была простой и короткой. Здесь Инвиктор сказал, ай, блядь, и побежал сюда. Так, кстати, вон, я забыл ему вернуть. Вот. Бежит, орет, в общем, собственно говоря. Либер вышел сюда, хочет наверняка сколднуть что-нибудь козырное. Немножко подставился в нашу зону стрельбы, но не сильно, я думаю, критично, с учетом того, что в Тирене он в третьем инвуне, насколько я понимаю. Хороший артефактик, да. Да. Снайпера, естественно, стояли на месте. Здесь у нас отряд интерцессоров стоял на месте. В начале Монфазы заявил действие, хочет четвертушку карты себе эту оттяпать. И здесь одинокий парень, это у нас кто? Инфильтратор. Инфильтратор. Просто отступил из ближнего боя подальше, чтобы я до него не тянулся, и немножко продолжает стоять в контроле точки, хоть это не сильно и ему помогает. Но самое интересное, конечно же, и самое великолепное, что на резервах, собственно говоря, Женя что-то там кидал-кидал, кидал-кидал. Тройки я кидал. Но резервы остались все ждать, потому что далеко разбрелись, разведданные собирают, как бы, они же это, разведчики. И кроме как крысы напали в первую очередь, что это неправильно, это мы должны так делать. И крась и крысы, мы просто по полю идем ровным строем, ты что, в шары долбился все это время? Колдуй, колдуй, собственно говоря, начинается у нас фаза магии. И что же за страшное колдовство ты задумал? Ну, минус один на нашу арку и возможность ее чаржить без овервотча. Ну, давай попробуем, мне даже интересно. Хоть! Семь ровно. Хорошо. И второй каст, это был смайт, и один некрон-вориор не успел даже испугаться и удивиться, а его тут же разворотило в вашей вот этой императорской вот этой магии демонической. Ну, ктана нет, он не может пожарить, типа, во как колдовать надо. Это пока что ктана нет, но я работаю над этим. Хорошо, с колдовством разобрались, переходим к фазе стрельбы. Снайпера, два выстрела бластом, прилетело в ворьеров, как Жака обещал, так и сказал. Мужик сказал, мужик сделал, и, собственно говоря, двоих всего зацепило ворьеров. Один на протоколах встал, второй такой, нет, я домой, меня мама зовет. Так, и теперь Инвиктор, надо подумать. Ну что ж, Инвиктор подумал, подумал, почесал репу в этой прекрасной кабине, и решил, что вся автопушка будет стрелянена с подмозной арки, а всякие там хаберы, стаберы, болтеры и ракеты полетят в наших ворьеров. Не любишь ты их? Что они тебе сделали, пока не совсем понятно. Ну, они отвечают на вопросы. Потому что они... Если светофор у тебя, ну, будет с тобой не разговаривать, ты тоже на него с кулаками бросаешься? Этот светофор в меня не стреляет. Справедливо. Стоят, короче, два Некрона. И один другому говорит, а что это мне в щеку дует? А это Инвиктор стреляет. В общем, вся стрельба, которая улетела в Некронов, ничего им не нанесла, потому что кое-кто божил на сейвах, и автокенона стрелялась по нашей думсдей арке, пробила три раза, один сейв не откинут был, и два урона залетела в нее. На этом твоя фаза стрельбы, я так понимаю, овер. Да, осталось потяжечь арку и надеяться на удачу. Ну, хорошо, получается, твой прекрасный Инвиктор чаржит нашу прекрасную думсдей арку. Давай. Мне даже интересно. Опа. Семь. Вас не ждали, а вы приперлись. Ну что ж, начинаем нашу невероятную драку. Хотел бы я сказать, что это была битва титанов, но не скажу по одной простой причине, что Инвиктор всего лишь... А, он ничего не смог нам сделать, потому что наши щиты нас спасли, на четверку он нас не пробил. Ну, и мы в ответ что-то там огрызнулись, и слегка его коцнули. А, нет, не коцнули. Одна атака залетела, но сейв был откинут. Ну что ж, это у нас вся фаза ХТХ, я так понимаю, на этом твой ход заканчивается. Да, он совсем позорно закончился. Ну что ж, начинается мой второй ход, соответственно, я себе восстанавливаю один КП, и вступает в действие мой код, который мне говорит, что если я стреляю в половину дистанции, я игнорирую бенефит от ковра твоего. Че, нет у вас больше ковра? Извините, это было неуместно. И давай тогда переступим сразу к фазе наших мувов прекрасных. Ну что ж, на начало своего хода забыл сказать, что я получаю 15 Виктори Пойнтов за то, что он контролирует две точки, и это больше, чем контролирует Евгений. Так я раз наломался в атаку, что про точки забыл, собственно говоря. Да, я думал, что инвиктор будет полезнее, а выключить арку было гораздо приятнее. Но нет. Вот, и, собственно говоря, что мы сделали? Это подвигались очень просто, отлетела наша арка, ведь эта штучка стояла на месте, вореры прошлись немножко вперед, чтобы не лишаться возможности подстрелять по снайперам без минусов, скажем так. Имморфл стояли на месте, пробежались наши скоробеи, заняли точку, и за Вейлл Даркнесс телепортировался наш Аверлорд, замечательный и сладкий, и в конце Муманфазы вышли все мои резервы, то есть здесь у нас вышли наши Блэйды, Гарды, точнее, да, здесь у нас вышел наш Техномансер, здесь у нас вышли наши замечательные Имморталы, которые заторможены, у которых в ноге патрон, поэтому они двигаются с минус 1 от Ухита, еще с прошлой нашей кампании. На этом фаза движения закончилась, и переходим к фазе стрельбы. Ну что ж, фаза стрельбы у нас закончилась, чего мы добились, собственно, где здесь Ворьеры отстрелялись по снайперам, где снайпера, правильно, либо они хорошо спрятались, либо они умерли. Ушли в тень, чтобы... Ушли в тень, да, собственно говоря. Пошли на прием к Императору, скоро, надеюсь, вернутся, потому что у тебя же еще в резерве пачка снайперов. Пошли на освобождение сдавать вороньи черепки. В принципе, это свою задачу парни выполнили. Здесь ребята, имморталы, которые пришли, стреляли по интерцессорам, убили одного прекрасного парня. Здесь наши имморталы стреляли по твоему подранку. Одну вонду всего ему нанесли, потому что он прятался среди этих маленьких камушков, но потом наш техномансер посохом света, такой типа... И он испарился. И здесь наша анниграционная боржа отстрелялась по Инвиктору и нанесла ему в сумме 6 вунды. Или 5? У него 2 было изначально. Нет, у него было изначально 5. А, 5. 4 вунды. Да, короче, нанесли ему 8 вунд в общей сложности. Это вся наша стрельба. В принципе, все, кто хотели, постреляли. Все, кто могли, тоже это сделали. Переходим к фазе черджей, судя по всему. Ну что ж, закончилась наша фаза черджей. Что мы сделали? Наш оверлорд зачаржил Либра. Хочет сделать ему кусь своей козырной косой. Личгарды тоже пробежались хорошо по чаржере, забежали в Личгарда. И наши вориоры, соответственно, сделали то же самое с Инвиктором. Попытался тоже наш техномансер. Такой, мужики, там что, драка? Я тоже хочу. И не захотел, в общем. Он только вид сделал, что хочет подраться. Для него могло быть это быть смертельной ошибкой. Возможно, да. Инвиктор мог его, в принципе, размолотить при желании. Все, начинается наша файт-фаза. Давай подумаем, кого я хочу первого активировать. Ну, а что думать-то? Давай наш оверлорд и активирует С1 и шваркнет по твоему Либру. Давай. А то вдруг ты захочешь перехватить и навалять ему по щам по его сладким. Ну, и еще неизвестно, даст ли ему убить. Ну, вот сейчас мы это и проверим. Ну, что ж, файт-фаза закончилась. Давайте посмотрим на ее результаты. Здесь, собственно говоря, у нас ударил наш оверлорд. Ничего не сделал, по-моему, особо Либру. И более защитил их. Да, но потом подошли лич-гарды и такие, слышь, как давай его стукать по голове. Либр немножко растерялся и в третьем инвуле накидал аж вот столько единичек и двоек. И благополучно отбыл обратно на свою боржу выяснять отношения с капелланом, собственно говоря. И здесь наши энвэхи подлетели. Что-то там покусали инвиктора за бока и нанесли ему, если не пошлось, одну вунду всего. Ну, добили за последнюю садь играться. Да, он в последнюю садь играться вошел, поэтому бил на пятерке и убил одного вориера целого. На этом мой ход заканчивается и начинается твой. В команд-фазу ты восстановишь себе один кп. Также у тебя здесь завершается действие, наконец, твоей команд-фазы. И ты бронируешь за собой вот эту четвертушку стола. Смысл только. Ну, вдруг где-то еще удастся потусить по бараболе. Вдруг на этот раз я хотя бы выкину свои резервы, да? Да. Ну что ж, закончилась эта невероятно долгая и длинная моббан-фаза, которую мы все так долго ждали. Что произошло? Интерцессоры стояли на месте для того, чтобы стрелять два раза, соответственно. И снайперы здесь высадились. Не два раза, а по болтер-дисциплине. Ну, болтер-дисциплина, да. И снайперы высадились здесь. Хотят, видимо, пострелять либо по моим лич-кардам, либо попытаться заводить оверлорда. Что будет, конечно же, непросто. Но, с другой стороны, всякое бывает. Я уже считаю, что я не победю. И поэтому у меня будет задача убить начальство. Ну что ж, переходим к фазе стрельбы. А, ну и получается, в начале своего хода ты получаешь пять виктори-поинтов за контроль одной точки. Не-е-е. Так, ладно. И начинается фаза стрельбы с этого прекрасного инвиктора, который хочет в ближнем бою пострелять по нашим ворьерам, я так понимаю? Да, на шестерке. Поехали. Максимально деградушный инвиктор отстрелялся на шестерке. И, естественно, ничего сделать не смог. Пару раз там даже что-то попал, но пробить не получилось. Переходим дальше. Снайперы. Снайперы хотят высредить. Куда? Да, пусть попытаются. А у Верор тоже есть ливен металл, да? Да, конечно. Бально. Ну, пусть с него стреляют. Ну что ж, каковы же результаты стрельбы этой великолепной чунчачьей спецмариновской прикрутки? Снайперы отстрелялись по нашему оверлорду, один раз попали, не пробили. Интерцессоры, результативные парни, на самом деле. Дали первый зал в свою шутинг-фазу, убили... Извини, братан. Убили двух имморталов, на протоколах они не встали. Потом за два КП в конце фазы постреляли за рапидфайренную стратегему еще раз. Опять двоих убили, я такой, да что ж такое. Но на протоколах ребята очнулись, отряхнулись, пошли по своим делам. На этом, я так понимаю, шутинг-фаза заканчивается. Чержей, естественно, у тебя никаких не будет. И... Файл-фаза, но так как ты первый должен убирать. Да. Сегодня ребята на протоколах просто божат. Я не знаю, я, наверное, какую-нибудь премию крусейдовскую выпишу. Хороши чертяки. Ну что ж, на этом твой ход завершается. И начинается наш третий ход. Один КП я себе восстанавливаю. Получаю 15 виктори-поинтов, соответственно. Продолжаем развлекаться. Ну что ж, на начало своего хода я говорю, что теперь все мои отряды, которые фуллбекают из ближнего боя, могут стрелять с минус один на ту-хит. Фу. Спасибо. Фу. Фу. У тебя никого в ближнем бою нету. Кроме вольнеров. И все. По кому ты стрелять собрался? По тебе. И троллям твоим. Ну что ж, мувманфаза завершилась. Что мы сделали? Личгарды продвигаются вперед. У них есть много вопросов к этим прекрасным снайперам. Скарабы стояли на месте вскоре точку. Вольеры отступили, чтобы можно было стрелять в этот славный инвиктор. Боржа пролетела вперед. Арка стояла на месте. Имморталы заявили в начале мувманфазы. Действия будут активировать эту четвертушку стола. И здесь имморталы продвигаются потихоньку вперед. Потому что Валеру и Димона убили. Они расстроились. Немножко хотят этим интерцессорам чуть-чуть отомстить. И начинается наша шутинг-фаза. Вначале я заявляю стратегему династическую Саутеховскую. И говорю, что если эти прекрасные некроны попадут в твоего прекрасного инвиктора, то по нему будет плюс один на ту хит. Ну что, шутинг-фаза зарешилась. НВХ отстрелились с минус один на ту хит по инвиктору. Сшибли ему последние три лунды. Он не взорвался и просто покинул поле. Эта прекрасная боржа отстрелялась по снайперам. И убила одного из них своей гаусс-пушкой. Остальное ничего сделать не смогла. Потому что пробила максимально хреново. И здесь имморталы отстрелялись по интерцессорам. Ничего нанести им не смогли. Потому что сейф у парней достойен уважения. И переходим к фазе чержей. У меня будет только один чарж лич-гарды в твоих парней. Да, не буду ничего заявлять. Окей. И лич-гарды торжественно в бою раз на раз мужик на мужика уничтожают этот замечательный отряд снайперов. Кстати, они уже двух юнитов уничтожили. Сегодня прям божат. На этом завершается... Они вар-орды и юнитами. И немножечко сдвинемся просто в твою сторону. Здравствуйте. Все. Мой ход на этом все. И переходим к твоему. Восстанавливаешь себе 1кп. Тут ты молодец. И наконец-то резервы выйдут. Получаешь 5 виктори-поинтов за точку. И я так понимаю, муваться эти парни не будут. Будут. А, будут. Окей. Мув фаза и выводим резервы. Ну что ж. Мувман фаза завершилась. Вот такими результатами соответственно вышли резервы. Здесь вышли крылатые парни с плазмами. И будут очень больно стрелять скорее всего по нашим личгардам. Уж отлично они так красиво подставили спины. И остальные пехотные отряды высадились вот здесь. Потому что... Некуда. Поле перекрыто некронами моими сладкими. Кстати, я тут что-то тупанул. Так что это надо. Вот так. Ну что ж. Соответственно, начинается у нас фаза стрельбы. Потому что волшебник твой не волшебник более. И инцепторы с экстреминаторами плазмами хотят разрядиться. Плазмодушам по ничего не подозревающим личгардам. Вот он. Вот он истинный лек империум. А в спины стреляем. Значит. Поехали. И сержант выстрелил как бы из своей плазмы. Что-то там орал и невнятно буянил. Взорвался, кстати. Немножечко. Совсем насмерть трижды. Но, тем не менее, плазмодуша сработал. И личгарды нас покинули. То есть, ты лысый, ты обезопасил. Молодец. Продолжаем стрельбу. И интерцессоры, которые двигались, хотят отстреляться. Я так понимаю, по нашим имморталам. Да, больше никого ты нормально не постреляешь. Поехали. И черное пятно пехоты отстрелялось в наших прекрасных имморталов. Ну, были имморталы, да всплыли. Что тут можно сказать? Чержи. Куда? Кем? Я не знаю. В друг друга, да? Учебный бой? Почему бы и нет. Начинается наш четвертый ход. Восстанавливаю себе один КП. Получается, у меня теперь их будет два. И получаю точно так же 15 виктори-пойнтов за контроль трех прекрасных точек. Начинаем фазу движения. Ну что ж, мумомонт фаза завершилась. Чего мы достигли-то, собственно говоря? На Техномансе в начале мумомонт фазы поднял двух ворьеров. Они такие ура! И поскакали по своим делам. И сместились вот сюда, чтобы стрелять вон туда, собственно говоря. Боржа стояла на месте, потому что мегапушка стреляет куда хочет. И ничего ты ей не сделаешь. Она стреляет из другого города. Думс Диарка. Боржа залетела вот сюда на своем муве. В принципе, ей тут есть где разгуляться, скажем так. Скоробчики, естественно, стояли на месте. Аверлорд сместился в эту сторону. Встал и начал действие на точке. Если он выживет на начале следующей коммунт фазы, он эту хрень поднимет и скажет Я богат! Я черновски богат! И здесь имморталы сместились сюда, для того, чтобы пострелять по как раз-таки ничего не подозряющим парням. Ну что ж, приступаем к фазе стрельбы. Начнем, наверное, с не очень интересного. Давай просто наше 20-ка... Точнее, 19-ка ворьеров разрядится. Кто там видит, кто достанет по твоим интерцессорам. Окей. Ну что ж, закончилась наша невероятная стрельба. И угадайте, что мы сделали. Всей армой это сострелялись вон в то прекрасное пятно и убили двух интерцессоров. Все. Больше мы не сделали ни хрена. Но зато немножко сбили тебя с точки. Значит, тебе придется хоть кем-то, ну, подвигаться, чтобы занять ее. Зачем? Зачем? Ну, чисто for fun, for free. Начинается твой четвертый ход. Я тебя с этим торжественно поздравляю. Ты восстановишь себе один КП. У тебя их теперь два, да, насколько я знаю? Да, два. И Мулман Фаза. Поехали. Ну что ж, Мулман Фаза завершилась. Здесь наши веселые плазмачи, крылатые, спустились вниз, хотят стрелить в нашего Техномансера и чаржить наших прекрасных скоробеев. Что они тебе сделали? Они же такие няшечки. Чаржить, я не знаю. А, ты думаешь, что это? Да, может быть. Ну, вообще, мало смысла. У них ладошки. Я так мало. И здесь просто ребята спейс-маринер рвутся вперед. Два вот этих прекрасных интерцессора. Кстати, за них мораль тебе не ровки. А, ну хотя там восьмая не имеется. Вот. И эти парни тоже продвинулись вперед. И эти стоили на месте, ты понимаешь? Да, чтобы оставить болтер дисциплину. Так как одного человека двигать бессмысленно, чтобы он доставал. А, ну и на начало своего хода ты получаешь нисколько виктори-пойнтов. Потому что точки в контроле не было. Ну что ж, переходим к фазе стрельбы. И радостный отряд плазмачей сжег одного своего товарища на перегреве. Но, тем не менее, задачу выполнил. Справился так. С техномансер наш закончится. Я только его исцелил от всех недугов от ЭТП, этим и решил... Да, причем справился только один инцептор, а второй такой... Ну, там что-то стояло, я постреляю и взорвусь. Справедливо. Окей, давай переносимся на тот фланг, какая нас там стреляет. А, инкурсеры постреляют. По нашему оверлорду, так понимаю? Да. Окей. Ну что ж, эти веселые парни, отстреляясь по нашему оверлорду, нанесли ему одну вонду. Интерцессоры и риверы тоже попытались поучаствовать в этом празднике жизни, но не смогли ничего сделать. И на этом фаза стрельбы заканчивается, переходим к сладким чержам. Да, попытаемся риверами зачаржить твоего оверлорда. Окей, оверлорчить я не буду. Так вы можете косу в голову кинуть, просто сказать, да на! Ну тогда, если бы ты дрался без косы, было бы неплохо. Это 9, я думаю, тебе хватит. Ревен Блейд, стратегия мы использовала плюс 1 на ту вун, чтобы оверлорда нашего вундить еще козырнее и прекраснее. Ну что ж, это все твои чержи? Ну, интерцессорам, кстати. Ну, ты уж, конечно... Давай интерцессорам на удачку. Ну им там их же вокруг бежать придется. 8? Не хватит. Нет, скорее всего нет. Ну, а стратегенку мы уже заявили. Ну что ж, давай драться тогда. Поколепное сражение завершилось каким результатом? Две вунды. Пришлось сделать копырерол на сейф, но всего две вунды парни пронесли с 21 атаки нашему оверлорду. И в ответ он что-то огрызнулся косой и двоих-то и забрал. Это все твои дела, я так понимаю. Очень странные. Да. Хорошо, начинается... Ну, мораль прокинута. Да, мораль пройдена, естественно, как бы Space Marine. Тут парни крутые, молодые, горячие моралисты. Начинается наш пятый ход. В принципе, это тот же самый. 15 виктори-поинтов я получаю. А, нет, вру. Я получаю 10, потому что я удерживаю одну точку всего лишь. А, ну да. 10 виктори-поинтов и переходим к фазе движения. 1 кп я восстановил. Стоп, ты ни одну точку не держишь. Вот, точка. А, с каравой. Да. Переходим к фазе движения. У меня всего 1 кп. Нужно подумать, как его реализовать. Ну что ж, пежились мы, пежились. Пежились, вон, Женя аж вспотел. На этом, короче, мой ход заканчивается. Мы там что-то настреляли, что-то там полно убивали. Может, ты там кинешь морально и пройдешь, но тебя просто не хватит юнитов для того, чтобы этот ход, чтобы какой-то тебе результат принести. Никакой отряд ты мне добить не сможешь, поэтому нет смысла его уже отыгрывать. Да, 4 модельки, это маловато. Вот. Поэтому, Евгению, спасибо за игру. И давай подведем результаты. Что же у нас произошло на поле битвы? Ну что ж, друзья мои, получилась вот такая интересная игра. Игра реально получилась неожиданная. Просто элементарно потому, что инвиктор, который вообще ничего сделать не смог, и Евгений там стоял, плевался и материловал всеми нехорошими словами, потому что мы его размолотили. Просто ворьеры как бы и анниграционная боржа, ну в принципе вы видели, что они сделали. Ну и самое важное, что очень сильно повлияло, естественно, на результат битвы, это то, что два хода Женя не мог вывести свои резервы. Ну типа, ну не ложились у клубы, там двойка, тройка, двойка, тройка, единичка. Вот. То есть, если у меня в конце второго хода уже вся армия стояла на столе, то Женя только на начало третьего хода своего, то есть это вторая половина третьего батлраунда, только тогда он смог свои резервы вывести. Что, естественно, сыграло важную роль, потому что к моменту выхода его резервов, как бы из основной армии, которая стояла на поле, выжило только четверо интерцессоров, как бы, а все остальное, естественно, не кроме просто перемололи, пользуясь своим численным преимуществом. Вот. Я уже накидал, в принципе, все результаты, которые у нас произошли. Оверлорд получил за эту битву 4 экспириенс поинта, как бы, за нашу агенду и за то, что он, в принципе, поучаствовал в битве. Он молодец. Все остальные отряды также получают по одному экспириенс поинту. Вот. Я зарабатываю реквизишн поинты, которые тратить пока что не буду, немножечко покопим, посмотрим, что из этого всего выгорит. Также за победу в битве я использую особенную некронскую механику, которая позволяет нам добавить к нашему имени, то есть, если это у меня оверлорд гнидобус, монарх монархов, я к нему добавляю еще один титул, как бы, я бросаю D66 и по специальной таблице выбираю. Выпало мне имя, точнее, выпал мне титул, и теперь моего героя зовут гнидобус, монарх монархов, страж эфирных врат, друзья мои. И вот так вот длинно и интересно. Суть-то какова, зачем нужны вообще эти титулы? Когда я накоплю три титула, то есть, когда у меня имя будет как у Дайнерис Таргариан, как бы, я смогу взять особенные варлорд трейты, которые мне доступны как раз-таки за мои титулы. Это очень прикольно. А также после битвы у меня, получается, прокачались лич-горды, потому что я дал им три экспириенс-поинта, как бы, за такую возможность. И они в общей сложности накопили семь экспы, потому что они убили два отряда. У них еще типа с прошлой битвы один, и вот сейчас они еще три получили. Я смог их прокачать. Я смог их прокачать, и они у нас еще плюс один за участие в битве. Естественно, я смог их прокачать, и они получают улучшенные протоколы, друзья мои. Которые говорят нам, что когда мы кидаем реанимационные протоколы, любой непрокинутый бросок, вообще любой кубик, как бы, мы можем автоматически поменять на шестерку. То есть, один успешный протокол у нас уже 100% будет прокинутый. То есть, достаточно мне прокинуть еще хотя бы один, чтобы одного лич-горда воскресить, если отряд погиб не весь, скажем так. Ну и плюс, если мы врубаем династический код на улучшенные протоколы, это дает нам рерол еще одного куба. Это прям шикарно, я считаю. Вот. Ну, в целом, такая вот получилась битва. Надеюсь, вам понравилось. Мы поржали от души с этими резервами, с этим рандомом. Ну, в принципе, вы сами все видели. На вторичку мы вообще забили хер, потому что, по сути, Женя успел захватить одну четвертушку, я успел захватить одну четвертушку. А дальше просто мы развлекались, тусили, как могли. Как-то получилось. Вот так. Ну что ж, третья битва нашего Крусейда. Одержана прекрасная победа за Некрон, хоть я считаю ее не совсем честной, потому что я сражался с половинками армий. И мне было очень просто, скажем так, это делать. Но, в принципе, получилось очень забавно. Третья битва завершена. Скоро будет еще, друзья мои. Скоро мы, наконец-то, интегрируем в Крусейд Ивана и будем разрастаться новыми историями, новыми битвами. Будем писать для них крутые истории просто для того, чтобы радовать ваши сердечки. Вот. А с вами были The Station. Виктор здесь. Евгений там корит судьбу. Играйте на хорошем террине. Спасибо за то, что вы нас смотрите. Пока-пока. Играйте на хорошем террине.